Всем привет! С вами Антон Ташамото, АМК-сервис. Сегодня мы продолжим просматривать данный мотоцикл ZX6R 636Cava, стантовая. Будем делать осмотр и регулировку подвески задней под станто. Чем отличается настройка стантового мотоцикла от обычного мотоцикла? Тем, что когда ты фигатишь на одном колесе, вся нагрузка идет через амортизатор, передается уже дальше. Вот, поэтому для того, чтобы выполнять активные трюки, требуется более жесткая настройка амортизатора. И получается, что когда ты едешь, да, чтобы не было раскачиваний, когда ты нажимаешь на задний тормоз, когда ты подтормаживаешь, у тебя, если мягкий амортизатор, у тебя постоянно складывается подвеска, прогибается, и ты теряешь точку баланса. И когда у тебя поджатый амортизатор, ты едешь, прижимаешь тормоз, и у тебя сразу тормозное усилие не складывает подрамник, а все это происходит плавнее, жестче, то есть мотоцикл кажется более сбитым. Также для дрифтов и для скоростных других многих трюков, таких как пауэр, т.д. и т.п., требуется жесткий амортизатор, чтобы при колебании тяги и при колебании тормозного усилия меньше раскачивало мотоцик. Чем меньше раскачивает мотоцикл, тем он стабильнее едет, тем вам менее страшно. Теперь, что мы сделали? У нас есть вот такой вот кронштейн верхний амортизатора, который у нас установлен вот здесь. Да, здесь у нас обычно шплинт и гаечка. В стандарте на нем стоит вот такая вот шайбочка. Вот. Вот такая. Но мне ее показалось мало. Вот она стоит у нас вот так. Я еще нашел три шайбочки. Они вкупе дают где-то 8,5-9 мм. Мы их одеваем вот так. И устанавливаем вот через низ. Оп. И вот сюда. Вот так вот. И закручиваем гаечкой. Вот нажавили гаечку, пока не затягиваем, потому что потом же нам вот в эту проушину вставлять амортизатор. И, соответственно, вот у нас видно набор шайб. То есть у нас на это количество миллиметров, грубо говоря, еще на дополнительные 9 мм поднялся хвост. Соответственно, мы чуть-чуть загрузили переднюю часть. Вот. И увеличили чуть-чуть просвет вот этот вот. Кстати, для снятия амортизатора надо открутить не только вот это верхнее крепление. Здесь еще снизу идет крепление через серьгу. Вот, через втулочку железную, через вот это вот. И крепление в маятник. Вот здесь тоже через железную втулочку. Когда я вытащил болт, я увидел вот такое вот дело. То есть поржевела внутри вот там вот втулочка. Вот. То есть вот здесь втулочка поржевела. Вот эту ржавчину надо удалить. На болту ржавчину тоже надо удалить. И на вот этом как бы валу, вот этой втулочке, особо ржавчины особо нету, зато есть небольшой окисл на болту. То есть убираем окисл на болту. Вот здесь вот немножко ржавчинки есть. Тоже убираем все это. Смазываем смазкой для подшипников, тугоплавкой. И устанавливаем их обратно. И собираем в обратном порядке. Теперь по поводу амортизатора. Что мы делаем с амортизатором? Вот здесь есть две гаечки. Раскантриваем вот эту. Отпускаем ее. Меряем расстояние. У меня было 11 миллиметров. И я еще на 10 миллиметров, то есть на сантиметр, еще поджал. То есть если посмотреть по остатку резьбы вот здесь вот, то ее практически витков уже не видно. Потому что я почти до конца сжал. То есть остался один виток. Я не стал его зажимать до конца, чтобы не повредить резьбу или не заклинило гайку. Ну и отмыл все это дело. Посмотрел состояние верхнего сайлентблока у нас удовлетворительное. То есть нет ни разрывов, ничего. То есть он не шатается пальцем. То есть он у нас не разбитый. Если бы вот здесь резинка была разбитая, то надо было бы перепрессовать сайлентблок, потому что это давало бы лишние люфты. И мотик бы вел себя расхлябанно. Вот, теперь все. Отчистим болты, поставим все обратно. И будем уже пробовать. Когда выезжать на площадку, тогда уже будем смотреть по настройке амортизатора. То есть как бы у нас здесь присутствуют какие настройки. Здесь у нас есть настройка предварительного демпфирования сжатия, демпфирования отбоя. Вот это у нас на демпфирование сжатия регулируется. Демпфирование отбоя регулируется вот этим винтом. В итоге настройки для демпфирования отбоя у нас по заводу получается из 15 щелчков должно стоять 9. Но я закручу до полного и откручу всего лишь на 3 щелчка. То есть как бы пока такие сделаю настройки. А для верха у нас получается стандарт 3 из 8. То есть как бы я закручу на полную и откручу наверное на 1 щелчок. То есть как бы поддавлю гидравлику, чтобы более жесткая была. И еще проверю давление здесь, подкачаю. Здесь в районе 7-8 очков должно быть в расширительном бачке. Вот. Сейчас в принципе очищу, все соберу, поставлю обратно. Вот. Если вам видео понравилось, если вы хотите узнавать еще какие-то технические особенности, если вам помогло это настроить свой мотоцикл для станта, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду еще выкладывать. Так, всем пока.